Дворец культуры имени Гагарина принимал участников форума «Подмосковье. Отдых и туризм». Министерство культуры Московской области собрало на одной площадке представителей власти и бизнеса. Пригласили руководство вуза, которое готовит кадры для туриндустрии. Московская область, по словам министра культуры Оксаны Косаревой, за последний год совершила настоящий прорыв в туризме. В Московской области 11,5 миллионов туристов посетило за 2015 год. Полтора миллиона из них посетило Сергиев Посад. Поэтому это территория, которая динамично развивается и которая готова принимать туристов. Которая индустрия гостеприимства, а вы, наверное, проехали по городу, увидели, что объектов много, объекты красивые, на очень высоком уровне. Конечно, это в первую очередь Троица Сергиева, Лавра, но еще и большое количество объектов, которые на разные виды туризма, в том числе и этнографический туризм, этнопарк Кочевник, и гастрономический туризм, большое количество кафе, ресторанов, на разные уровни туристов, на разные доходы. Сергиев Посад входит в число 10 территорий, перспективных для развития туризма. Планируется задействовать ресурсы области, чтобы увеличить поток гостей. Главное, чтобы район был готов соответствовать ожиданиям туристов. А это и чистота в городе, и чищенные дороги, и возможность разместить и накормить тех, кто приедет осмотреть Лавру и другие достопримечательности. Задача наша – изменить облик нашего города не только в эстетическом, художественном плане, но и для того, чтобы туристы, которые каждый год и в большем количестве посещают наш район, чувствовали себя комфортно. Чтобы те места, которые они посещают, запоминались у них на всю жизнь, и чтобы они не только сами пытались повторить свой приезд на Штергиев Посад, но рассказать об этом своим друзьям, родственникам. Экс-глава района Сергей Пахомов и Михаил Токарев, действующий глава, получили благодарственные письма от Министерства культуры Московской области за вклад в развитие туризма. Отметила Министерство работу директора Дворца культуры Алексея Вохминцева. Также в рамках форума были награждены отличники туристического труда в 10 номинациях. В номинации «Пансионат года» победил «Восход», расположенный в нашем районе. На форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры Московской области, Российским государственным университетом туризма и сервиса и Ассоциацией туроператоров России. После награждения представители туриндустрии продолжили работу по секциям, где обсудили перспективы развития отрасли и пути решения проблем, которые встречаются на пути. Оксана Мирошникова, Евгений Шевченко, программа «События». Продолжение следует...